У нас сегодня с вами первый в истории фестиваль крейдеров YouTube в Украине. Я уже почти собрана, и вот это на самом деле это огромный порядок, потому что было просто кошмар. Тут еще мочалку, по-моему, надо спрятать. Это вещи в машину, в которой я беру одеяло, подушки. И вот здесь приготовлены наряды, которые сзади будут висеть, чтобы они не помялись. У меня мой кофе в дорогу. У кого-то что-то менее полезное в дорогу. Ну что, давай за хорошую поездку. Давай. В полевых условиях, так как мы с корабля на бал, сегодня ночью только приехали, то как бы я в машине сейчас крашусь, и мы поедем на Видео Пипл, и там, к сожалению, нам придется расстаться. Ну, не с вами, с вами-то мы еще целый день будем, а с Никитой нам придется расстаться. У него сегодня еще рабочий день. Так что, а я пойду туда и все вам покажу. Ну что, нам настало время прощаться, потому что я иду вот туда. Там, судя по всему, все мероприятия проходят. Надеюсь, что не на улице, потому что сколько градусов сегодня? 20? 15? Я не знаю. Ну, короче говоря, я впервые вообще за два месяца надела брюки. Мы решили не расставаться пока еще. Дело в том, что все конференции здесь начинаются только с 12 часов дня, а сейчас еще только половина 11, поэтому у нас еще так добрые полтора часа есть, поэтому почему бы не засесть в кафешке, как обычно мы это делаем. Все сидят, кстати, на улице. Я не знаю, будет видно вам или нет. Вот там вот в окне, о, сфокусировалась, вот там вот в окне проходит регистрация, ну, вернее, на улице, и основная масса народу, ой-бой, звонок много-много, основная масса народу, хорошо говоря, там на улице стоит, а там такая табарина, вообще капец. Я вот в свитере, видите, в каком достаточно теплом свитере, да что ж ты не фокусируешься, елки-палки. Вот, достаточно теплый свитер из ангоры, и вообще нифига не скажу, что мне жарко, поэтому мы решили посидеть тут, покушать какой-то вкусный десерти, кофе попить, и более того, я там посмотрела по людям, которые туда пришли, я что-то там вообще никого не знаю, поэтому такая неловкая ситуация. Ну, короче говоря, уже когда начнется конференция, думаю, будет проще. Ну, в общем-то, будем наслаждаться кто-то работой. Кто-то работой, наслаждаться. Да, ну, где Wi-Fi есть, поэтому классно. По-моему, мы сделали очень правильный выбор, и вот это, это какой-то малиновый тарт, по-моему, явно выглядит получше, чем вот это. Ребята, зацените вообще, погода, конечно, подкачала. Завтра начинается видфест, видео жара, и нифига это не жара будет вообще абсолютно. А вот я на ходе мужа, идем, уже начинается сейс-сейс-конференция. Смотрите, ребятки, кого я здесь нашла. Привет. Я такая устроил на лицо, тебя сейчас норафироваться. Сюда. Перекрестная съемка. Все сразу грабцом. Мы плайдинкуем? Да. Конференция, грубо говоря, только что закончилась, и мы уже засели здесь наш отель. Я выбирала отель сугубо в интернете, загуглила просто, где находится видео жара, которое будет завтра и послезавтра, и нашла самую ближайшую точку. Называется, по-моему, комфорт-отель в Киеве. Ну, короче говоря, вот мы только что заселились. Номер довольно-таки обычный, вот это входная дверь, и достаточно просторный. То есть это как переделанные квартиры, я так понимаю. Здесь вот коридор, там Никита. Шкафчик. И комната одна. Тоже довольно просторная. Здесь кровать вообще громнейшая просто. Еще пока не пробовала на жесткость. А ну-ка. Ой, жесткая. Да, матрасик здесь такой жестковатенький. Видон у меня тут капец просто. Если тоже пройтись по фестивалю Video People, я осталась вообще очень довольна. Мне все понравилось. Единственный косяк такой в том, что не запланировали какие-то перерывы между докладами, и получается, что ты сидишь, слушаешь один доклад, потом уже тебя начинает выгонять, потому что он как бы задерживается, там отвечает на вопросы, и уже начинает тебя выгонять на второй доклад, и ты понимаешь, что у тебя времени вообще нет, надо бежать на следующий, если ты хочешь его тоже послушать. Но все было настолько насыщенно, но мне все понравилось. Вообще абсолютно не жалею, что я туда поехала, туда попала. За все время у меня получилось два раза выйти, выбежать быстро, вот так вот чуть ли не залпом хлебнуть кофе, и все. Как бы я целый день на одном яблочке и вот такой вот круассанчик еще маленький съела. Но, тем не менее, интересно было, интересные темы поднимались, темы обзоров поднимались очень интересные. Это как бы моя тема, да, моего канала тема обзора. Всех звезд Ютуба там лично увидела, на всех было интересно посмотреть вживую. Никого не хотелось там особо терроризировать, там фотографироваться или что-то снимать там с ними, потому что там такие очереди к ним были просто вообще бешеные. Тем не менее, завтра еще видео жара. Я с нетерпением ее жду. Мне кажется, будет еще круче, потому что это больше такое информационное было мероприятие, а завтра сугубо такое развлечение, общение между блогерами, между подписчиками, мне кажется, будет еще круче. Сейчас план, наверное, немножко перевести дух и пойти куда-то поехать поужинать, потому что я вообще, я вообще слона съела просто. Мы приехали в заведение, которое называется «Пейзажка». И посмотрите, какой здесь вид. Вот там вот видна вся оболонь. Днепро. Да? Есть оно там, не видно. И здесь вот такой вот как парк. Люди сидят. А мы пошли кушать. Пока. 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 Когда.